Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Яна и у нас с вами Мук Банк, всем собираемся здесь кушать, приятного аппетита, давайте это делать вместе. У меня сегодня салацик, салатосик, огурцы, помидоры, лук зеленый, лук репчатый, укроп, перчик болгарский, ну фаршированный в смысле, здесь у меня картошечка в мундире, одна оставалась, я ее решила сюда добавить, всем приятного аппетита, перец замороженный у меня был. Ммм, прекрасно вот так вот доставать зимой и есть. Помидорки взяла такие бурые, коричневые, вкусные. Конечно же я немножечко сделаю вот так, и сюда, и везде. Сейчас можно все, перед Новым годом можно все есть, потому что все на пользу пойдет. У меня вот тут вот эта водичка, которую я очень-очень-очень люблю в перчиках. Ой, как вкусно! Я сюда же еще добавила тоже укропчиком, прям великолепно. Ммм, смешаю. Салат можно тоже есть ложкой, больше влезет. Уберу волосы. Чтобы не мешали. Ну что, друзья, вы ощущаете, что через три дня главный праздник? Что мы вступаем в Новый год? Пишите, есть у вас ощущения? Я говорю, у меня как-то, не знаю, непонятное такое ощущение. Нет, ну понятно, что с возрастом ты Новый год воспринимаешь не так, как в детстве. Это естественно. Я говорю, для меня просто вот этот промежуток времени с сентября, ну с первого сентября, вот, да, это учет Нового года, да, и вот по сей день просто вообще незаметно пролетел. Вот абсолютно. Перчик. Ммм, ммм. Я не знаю, как так. Время просто пролетело. Чикы. И все. Ммм. Вкуснятина. Я вообще, знаете, мне так иногда кажется, что как будто бы время, вот даже день, да, вот взять эти сутки 24 часа, что время стало быстрее как-то идти. Не хватает его. Ты вроде ничего не сделал, а день прошел. У вас нету такого ощущения? Никогда не бывало. Может быть, не просто кажется, но вот прям реально такое вот ощущение, что время очень быстро идет. Быстрее, чем обычно. Может такое быть? Я заждый Новый год собираюсь смотреть все вот эти огоньки. Прям думаю, ой, буду смотреть. В итоге я ничего не смотрю. Фильмы люблю смотреть. Новогодний. Ммм. Так что, пишите свое мнение по поводу времени. Нет у вас такого ощущения? Раньше как-то эти огоньки, все вот это было интереснее смотреть. А сейчас каждый раз одно и то же. Одни и те же. Ммм. Ммм. Или мы уже, знаете, такие зажравшиеся стали. Перенасытились. Куча каналов. По всем каналам одно и то же. Одни и те же поют. Раньше-то. Первый, второй канал. Все. Больше ничего не показывали особо. Мне вот интересно. Я все про эту вечеринку-то Настя Ивлеева и про голую-то эту. И пишут, что Киркорова поврезают и Лолиту. Из всех этих эфиров. Правда, нет, интересно. И вчера мне стали ролики попадаться на Ютубе. Я не то чтобы специально про эту тему смотрю. Я уже говорила свое мнение по этому поводу. Как они все извиняются теперь публично. Такие все миленькие. Я вот как озвучивала свое мнение. Понятно, что это ненормально. Но просто это очень странно. Я не думаю, что это впервые. Такая вечеринка проходит, допустим. Вот так вот, если посмотреть фотки, да еще что-то, там были прям корреспонденты, то есть с микрофонами. То есть как эта вечеринка может быть закрыта, если там есть корреспонденты, это было логично и понятно, что это просочится в сеть, на телевидении и так далее. Вот такое вот складывается впечатление, что это не просто так, это для чего-то. Вот эта публичная порка нужна, не знаю для чего, правда. Но для чего-то, видимо, нужна. Ну, мне так кажется, потому что... Ну, как так-то? Они же прекрасно понимали, что они в сеть попадут. Пойдем. Я думаю, что здесь какой-то умысел есть, но не знаю, какой. Завтра будет только классный час с восьми до восьми сорока. Мы, наверное, не пойдем уже на классный час, потому что оно это уже, знаете... Я бы сказала, что можно и не приходить, в принципе. Ну, смысл вставать в сеть утра по этим буракам идти. Дороги почистили. А вот в школу идешь, прям просто стропинка, которую люди протоптают. Трактор вчера чистил, соседний двор почистил, а наш нет. Ну, может быть, сегодня приедем, потому что он уже вечером чистил. А вот в школу идешь. Ммм, очень вкусно. Всё, не могу больше. Объелась очень сильно. Помидорки коричневые очень вкусные. Всё, друзья, на этом я буду заканчивать своё видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходят новые видео, кому не понравилось, дизлайки. Ну, а я, конечно же, буду готовить для вас новые бумаги. Целовашки, обнимашки, ваша Яна. Пока-пока.